Привет, друзья! Сегодня урок мы посвятим тому, как научиться рисовать самые простенькие пейзажи. Как вы поняли, урок будет для начинающих, поэтому, как всегда, я делюсь своими рецептами. И сегодня посмотрите, как мы затачиваем карандаш. Карандаш для акварели нам понадобится H, а еще лучше H2 или H3. Твердые карандаши оставляют меньше жирных следов на бумаге. А так как мы набросок будем делать прямо на листе, то карандаш нужно затвердить. Итак, вот у меня такой нож, канцелярский, все такие видели, они стоят копейки в хозяйственных магазинах. Итак, как мы затачиваем? Для того, чтобы карандаш не ломался, нужно вот так вот немножко его контролировать своим пальцем. Не просто на весу затачивать, а вот именно так вот. Снимайте грани по кругу. Так вот, видите, когда идет контроль, намного легче получить нужную грань. Карандаш нужно затачивать не при помощи точилки, а вот так вот ножиком. Для того, чтобы у грифеля получалось тонкое длинное лезвие. Это очень удобно в работе, карандаш не нужно постоянно подтачивать. Такие карандаши легче всего затачивать наждачкой. И вот когда уже кончик почти очищен, легкими движениями, не давить на грифель, вот так вот нужно взять и вот так вот сточить его на конус. А еще лучше вот так вот сделать это. Поставить на лист бумаги. И вот такими вот движениями тоненько заострить кончик. Ни в коем случае не давите. Давить ничего не нужно. Когда карандаш уже заточен, нужно взять наждачную бумагу и легонько его подшлифовать. Сейчас мы это сделаем. Итак, вот еще один секрет из моей кухни. Вот это обломок пластиковой трубы. Водопроводная. Не обломок, я ее вот так вот выпилил. Внутри наклеена наждачная бумага. Чтобы получилась вот такая вот круглая плоскость. Не плоскость, а вот такое вот. Ну, углубление, в общем, чтобы вот такая ямка получилась. Я закладываю сюда карандаш и начинаю вот так точить его. Как видите, в этом случае грифель ходит по стенкам. И карандаш равномерно затачивается с обеих сторон. Иногда я слегка поворачиваю грифель. Вот, видите? Сыпется грифель. Значит, все в порядке. Заточка идет. Слегка наклоняйте. Чтобы лезвие было достаточно острым. И вот таким путем можно всегда карандаш поддерживать в заточенном состоянии. Все, отлично. Можно также отшлифовать его на грубой бумаге. Или на еще более мелкой наждачке. Здесь у меня стоит наждачка довольно крупная. На мелкой наждачке, конечно, будет еще лучше. Итак. Когда у нас все заточено, переходим к первому этапу нашего урока. Итак, вот у меня лист обычной акварельной бумаги. Фабрики Гознак. Он для акварели немножко может быть и тонковат. Но для учебных работ сойдет такой. Итак. Что мы сегодня будем рисовать? Сегодня мы с вами будем рисовать вот такой простенький пейзаж. скажем, домик. Сзади лес. Какие-то там деревья, небо. И вот такой вот небольшой прудик вот здесь. Часть пруда. Для начала нужно разместить этот объект на бумаге. Чтобы все было хорошо закомпоновано. Значит, вот проведите мысленно вот такую вот линию от центра. Еще одну линию вот так. И где-то вот отступите от нее немножко вправо. И мы начнем делать набросок. Чтобы у вас получались прямые линии, нужно поставить точку. Найти вторую точку, куда вы хотите вести эту линию. И несколько раз мысленно провести такие вот движения. Не рисуя, а просто набрасывая вот как бы высленно. Есть такое понятие мышечная память. Вот эта мышечная память, она помогает нам рисовать вот такие прямые линии. Сильно не давите. Затем немножко отступаем, ставим еще одну точку. И продолжаем вести. Поставим точку здесь. И вот так вот, тоже несколько раз вот сделав, проводим еще одну линию. Затем опускаем, это будет крыша домика, опускаем немножко вот так вот вниз. Здесь тоже намечаем точки. Где-то вот так вот пускай домик наш будет. И вот так вот мысленно опять же вот так проводим. Следующий этап. Вот такая вот. Находим вторую точку крыши. Это где-то будет вот здесь. Затем, с учетом перспективы, вот эта линия будет не горизонтальной, а немножко уходящей под углом. Угол произвольный. Вот так представьте, что эта линия продолжается и находится где-то, если горизонт будет, допустим, здесь, то эта точка, допустим, будет находиться где-то вот здесь. За листом. Если у вас не получится мысленно провести, то возьмите линейку, приблизительно вот заметьте себе эту точку. Ну, пускай вот так вот будет, допустим. Затем в эту же точку будет направлена и эта линия. И эта линия тоже будет направлена сюда же. Но ее не будет видно. Итак, когда мы закончили проводить основные линии, возьмите кляшку, легонько сотрите эти линии. Они не должны заходить вот дальше, вот, допустим, вот этого момента. Так. Вот так вот. Дальше. Следующий момент. У домика есть печная труба. Как правило, она рисуется вот так, под небольшим углом. Ставим косую линию, проводим еще одну. Теперь от этой линии ставим вверх вертикальную точку. Наметьте где-то вот это вот расстояние, где, чтобы оно было вертикальным и проведите вот такую легкую линию. Еще одна линия. Еще одна линия. Если линия получилась немножко неровной, не переживайте, у вас есть пластик, клячка, всегда можно стереть. Так. Дальше. Ну, здесь вот такие вот какие-то элементы этой трубы, какие-то кирпичи выступающие, не важно. Дальше. Домик, естественно, рисуется с окошками. Давайте нарисуем здесь, ну, скажем, два окна. Как расположить их, чтобы они были там, где нужно? Проведите очень легкую осевую линию из-под конька домика. Затем наметьте вот так же в перспективе, как и здесь у нас. Наметьте высоту этих окон. Высота будет, допустим, где-то здесь. Линия должна быть параллельная вот этой линии. Дальше. Еще одну линию, нижнюю часть окошек. Вот одно окошко мы уже можем изобразить. Вот здесь, предположим, у нас будет дверь. А здесь еще одно окошко. Отметьте вот это расстояние, вот это угла дома. Вот такое, где-то, предположим, вторую точку ставите внизу. Ширина окна. Откладываете ширину. и вот так вот рисуете окошко. Нет, некрасиво. Окошки идем немножко по-другому, как это располагает. Значит, нарисуем немножко ближе вот сюда. Так как у нас уже все обведено. обведено. Так, все, готово. Дальше, выше немножко нарисуем маленький балкончик. И балкончик нарисовать не стоит. Это сложно для вас. Давайте нарисуем вот такое вот оваленькое окошко. Как оно рисуется, вот вы сейчас видели. Вот я ступил немножко по осевой линии вниз, поставил одну засечку, вторую. Нашел ширину окошка, а вот эта ширина немножко больше, так как окошко мы видим в перспективе. вот. И вот так вот отметил. Так, ну что еще? Чего-то еще не хватает этому домику. А, ну да, дверь же еще не готова. Так, как рисуется дверь? Дверь мы нарисуем вот так вот. пускай это будет какая-то несложная дверь, такая вот дощатая. И вот таким вот овалчиком пускай она идет. Окошко мне не очень нравится. все наши линии будут здесь отлично видны. перспектива наверное слишком уже у нас замученная получена. Ну вот такой домик пускай получится. Визуально как-то определить там на глаз подходит оно не подходит. Дальше к домику конечно же какая-то идет тропинка. возьмите карандаш подальше и вот такими засечками отметьте вот такую овальную линию. Дальше эта дорога здесь у нас поворачивается и уходит идет вот сюда. В этой части точку нарисуйте пошире потом она начинает сужаться становится расстояние вот это меньше. Видите? Так. Здесь еще меньше. Здесь еще меньше. И вот эта точка постепенно вот так сходит на нет и подходит к самой двери домика. Здесь для пущей красоты нарисуем еще один домик. Но этот домик будет ниже. Так, не забывайте, что крышу мы рисуем под углом. Здесь нарисуйте параллельно этой линии тоже под углом так. Так. Вертикальную линию помните, как я говорил, рисовать надо. Точка, точка, соединяем. японская крыша получилась. Давайте ровную сделаем. Так, не забывайте, что такие фокусы лучше рисовать карандашом 2Т. Чем больше Т, тем лучше, тем линии будут получаться более незаметными. Этот домик у нас тоже, конечно, с какими-то окошечками. Вот так идет конек крыши, как называется, скат. Скат, скат, скат. Дальше вот здесь будет второе окошечко. Окошки вот так. Точка, точка, точка. точка. Смотрим, сравниваем с этими окошками, с этим окошком и проводим соединяющие линии. Вот, видите, вот у нас получились такие вот два домика. Здесь стенка совсем незаметна. Дальше, дальше, дальше. Ну, здесь надо нарисовать какое-то дерево обычно, как правило, да? Вот так вот возьмем и рисуем такой общий силуэт. Здесь еще какой-то начинается кустик, лирийское дерево, тоже такой общий силуэт. Здесь еще начинается еще один силуэт. Ну, здесь проходит линия земли, вот тут какие-то растения, вот здесь мы еще нарисуем одни кустики. сегодня сегодня мы будем практиковаться в рисовании кустов, насколько я понял. Вот так кусты идут. Давайте домик не будем сильно длинным делать, вот так вот, пускай заканчивается. Вот здесь еще одна какая-то листва, здесь крыша будет немножко закрыта веткой, момент мы сразу отмечаем. Здесь еще одно какое-то дерево, но так как пейзаж получается немножко однообразным, давайте добавим сюда еще елку. Как рисовать елки? Ну, вот так вот. Проводите ось, и тут такая пирамидка с веточками. Вот. Ну, вот такой где-то пейзажик такой будет. Так, дальше, дальше. Следующий этап. Забыли мы вот здесь вот еще одну линию провести, так как на скате будут заметны вот эти вот торцы перо ската нужно обязательно как же без торцов. Ну, здесь нарисуем какую-то структуру этой крыши, какие-то там черепицы. еще не забывайте, что чем ближе предмет находится к нам, тем увеличивается вот это вот расстояние, то есть дальние будут уже, шире, шире вот эти полосы. Это тоже правило перспективы такое вот. Ну, и здесь, конечно, какие-то стволы ветки. Вот. И здесь, естественно, какие-то ветки так вот склоняющиеся к нашей крыше. Так. Итак, когда у нас нарисована вот эта тропинка, тропинка готова. Не знаю, я вот подумал, речку, наверное, рисовать не стоит, тут лучше показать какие-то булыжники. на этом месте. Ну, давайте сначала нашу тропинку на тропинку добавим. Ну, что такое, типа, каких-то кустиков, что ли, вот такое что-то. вот такой пейзаж. вот такой пейзаж. И, конечно, вот здесь что-то должно быть. тут тоже кусты вдоль тропинки. Наш домик находится в окружении пышной растительности. так, линию вот эту не заканчивайте. Теперь мы будем рисовать булыжник. Сказал проченький пейзаж, но на самом деле получилась целая картина. Ну, что же делать-то, господин, придется. итак, линии, все вот эти линии, опять же, сходятся в какой-то точке. Давайте вот мысленно такую перспективу такую нарисуем. Так, потом так, 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 так. Все они как лучики отсюда расходятся. Итак, тут еще дерево одно будет. И кустики какие-то вот так вот. Стволы какие-то, веточки, прочая фигня. Так, ладно, овальчиками, смотрите, направление перспективы, опять же. Все линии должны уходить туда. Рисовать будем кое-где. не везде у нас будут эти овалы, а кое-где. Сделаем такую, как бы, наметку. так, линию здесь не заканчиваем. Немножко камней давайте над формой пофантазируем, что ли, чтобы они не получались у нас какие-то слишком однообразные камни. Вот так, допустим, вот так, между ними. Главное, чтобы эти булыжники не повторяли друг друга. чем дальше, тем эти камушки становятся меньше. Замечаете? дальше уже мы их рисуем в форме таких непонятных намеков, силуэтов. потом вот такой влажный момент. Так как мы смотрим на окна вот с этой стороны, здесь должна быть видна задняя стенка. Многие считают, что окна должны быть плоскими, оказывается нет. Ну вот будем считать, что это и есть наша стенка. Рамы этому напрасно рисовали, их можно конечно потом показать белой гваши, но мы этого дела не будем. Так как мы рисуем довольно простой пейзаж, надо показать эту стенку. Дома везде она одинаковая по толщине. Здесь вот эта стенка имеется. Ну и тут маленькое треугольное окошко. Так. Ну все, вот видите, наш пейзаж набросан. Вот здесь края стираем, чтобы получилась такая забавная композиция. А вот здесь знаете еще, что можно как-то вот так еще заполнить этот лист вот здесь. вот так. Теперь смотрим, вот центр листа здесь, домик немного смещен вправо или влево, значит, композиция довольно удачная. с этой стороны конечно нужно этот лист чем-то заполнить, чтобы у нас получилось, что расположение вот такое вот. Вот, когда все готово, возьмем ластик и аккуратно пройдем по листу так, легкими движениями скатывающими удалим наш набросок. Он все равно будет заметен на листе, но только он не будет так явно выделяться. Видите, как аккуратненько и красиво все у нас получается. Если кто-то не успевает рисовать, ставьте ролик на паузу, потому что делать это в медленном темпе ролик получится очень большой. Для меня этого нежелательно. Нам сейчас важно закончить рисунок и перейти наконец к акварели. Итак, сегодня в уроке я буду использовать на курии люкс. Вот такой набор. Если у вас нет такого, возьмите какой-то самый дешевый. Итак, еще нам понадобится вот такая вот тарелка по палитру. Почему тарелка? Ну, потому что на ней удобно. возьмите кусочек мыла и вот так вот намажьте мокрым мылом края и дно. так, после этого мыла нам больше не понадобится. Еще нам понадобится вот такой набор кисточек. Вот, посмотрите. Кисточки синтетические, две кисти острые и одна плоская кисть и вот такая кисточка линер с тонким кончиком. А сейчас сделаем основные замесы. Для неба нам подойдет краска цвета ультермарин. Это не синяя, а такая сине-фиолетовая. Она яркая, такая насыщенная. Сразу видно на палитре. Видите, такой насыщенный получается фиолетовый цвет. Как видите, я не стал закреплять этот лист. Но если вы хотите это сделать, то вы можете поступить следующим образом. Взять стекло, намочить этот лист, смазать его с обратной стороны мылом и прицепить на стекло перелепить и вот так разглавить как обои. Дальше делаем такую растяжку. И так начинаем с самого дальнего плана. Смачиваем бумагу. Я даже не стал промывать эту кисточку. Рисую бледным таким раствором. Для лучшего эффекта желательно, чтобы у вас была наклонная доска. Чтобы делать плавные тональные растяжки. у меня такой доски нет. Вернее ее можно сделать, но я не стал этого делать. Рисунок все-таки учебный. Вот, подрисовали небо. Теперь пока краска не высохла, рисуем очертания деревьев. смотрите. У краю вот здесь рисовать не надо. правило здесь такое. Если вам нужно четкое очертание края, то старайтесь рисовать как можно ниже от мокрого. Потом постепенно переходите к мокрому участку. Чтобы смягчить края, намочите кисточку и аккуратненько вот так пройдите. по краю нанесенной краски, стараясь не размывать нижний слой. Пейзаж простенький, поэтому на этом пока остановимся. Следующий этап нам нужно нарисовать листву. Желательно дождаться пока вот этот слой высохнет, потом продолжать следующие листву, тени, ветки в такой последовательности. Но так как у нас все там еще сохнет, еще видимо подсохнет не скоро. Я еще немножко каких-то облачков прибавил. Так, чтобы получились облачка. нам придется вот так вот побрызгать. видите, вся краска сразу поплыла. Ну а сейчас подаем голю своей фантазии. Представим, что это облака, а под облаками тень, вот такая расположена тень какая-то под облаком. И мы вот тут фантазируем уже. Даем волю своей фантазии. Чистой водой можно вот так смягчить переходы, края. пока у нас не получится вот что-то такое похожее на небо. Итак, следующий этап. Я вижу, что у нас вот здесь вот краска уже высыхает, поэтому продолжим рисовать лист. Возьмите желтый цвет, самый яркий, который у вас там есть. Пусть он будет немножко даже оранжеватый чуть-чуть. Так, что у нас тут высохло? Нет? Вроде высохло. Но если не высохло, пускай растекается. И пройдем вот так вдоль всей границы. видите, сразу получается акварельный эффект. Краска проступает. синяя краска сразу становится видна, если она получается зеленоватой. Итак, аккуратно обводим трубу, чтобы ее не задеть. кончиком кисти делаем и продолжаем размывать краску дальше. это листва можете наносить вот так краску беспорядочно, хаотично. Вот есть контур, конечно, можно нарисовать немножко рваный. Вы видели? в действительности листво она не такая уже и ровная. всякие листочки, другие силуэты. Так, дальше вот здесь тоже обводим контур наших домиков. Аккуратненько это делаем. Да, кисточку кисточкой ведете линию, старайтесь направлять ее вот так вот, чтобы она у вас лежала. Так вот смотрите. Раз, два, сюда. Здесь действует такое же правило, как и при работе с карандашом. То есть сначала примерили линию, потом проводите ее. мысленно несколько раз провели вот так вот кисточкой в воздухе и соединяйте. Сейчас аккуратно размываем этот свет вокруг наших крыш. так, это будет у нас освещенная часть листовы. То же самое нужно сделать вот здесь. Давайте немножко смочим лист, чтобы у нас получался более такой аркварельный эффект. Смачиваем и начинаем. самые ближние кусты рисуйте вот таким рваным методом, как будто наносите листву. Ну и дальние можно так немножко тоже смягчать. Так. все. Дальше не продолжайте. Оставляйте как незаконченное такое произведение. Дальше. Ну крыша нашего домика конечно будет красная. Не так ли? Красная черепица. Вот так вот посадим такую папельку и аккуратненько заполняем эту крышу. Так что черепица у нас была противоположным направлением. вот так вертикально сделаем ее. Так делайте небольшие такие прожилочки. сразу по-мокрому добавляем еще один слой здесь. И проводим вот линию здесь чтобы наша крыша была заметна в листве. Получается видеть вот такой эффект когда средняя часть немножко не закрашена крыша как бы светится. так что там с нашей краской слышно. Вторую крышу давайте нарисуем другого цвета кирпичный какой-то такой возьмем допустим вот такой цвет какой-то цвет какой-то охры сиены сиены вот эта крыша у нас получилась ярко красная а та не очень красная так дальше дальше возьмите тот же самый цвет вот он да глинистый цвет и смешайте его с ультрамарином что ли получится грязный грязный замес вот этим грязным замесом мы будем проходить между булыжников сюда не залезайте я уже говорил об этом по идее нужно было сначала всю эту тропинку пройти таким вот светлым цветом сделать подмалевочек но я специально не стал этого делать чтобы работа получилась более эффектной то есть освещенные вот эти места у нас останутся просто белыми не залезайте Субтитры сделал DimaTorzok 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 Представьте, что свет у вас падает слева, значит вот эта вот часть справа и внизу все будет в тени Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что же делать? Главное, что не поехало Так Итак Итак, сейчас берем более холодный зеленый цвет Холодный, это значит добавить в него синей краски И представьте, что вот там, где поверхности вот этой вот листвы поворачиваются в тень, там нужно добавить вот такие темные места Конечно, эти места будут вот здесь, в теневой части кустарника, да? Видимо так Здесь продолжим тень, здесь ее добавим Итак, перед началом нового куста, вот так вот немножко смачиваем рисунок, стараясь не размывать ниже лежащую краску Сейчас мы что делаем? Смешиваем зеленый с тем, что у нас был Еще хорошенечко добавляем туда литрамарин Но чтобы не получился вот такой вот синий цвет Немножко туда добавим вот этой нашей охры или сиены, которым мы прописывали дорожку Вот видите, какой насыщенный раствор получился Зеленый Это у нас будет теневая часть нашего кустарника И листвой Видите, пока вода не высохла, рисовать бесполезно Получается все расплывчатое Опять продолжаем с заднего плана Музыка 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 Рисуйте вот такими мелкими мазочками. Когда хотите оставить светлый участок, вытирайте на сухо кисть и вот так вот убирайте просто воду отсюда, вот видите. Вот этим приемом можно добавлять освещенные части на листво. Так, сейчас смачиваем вот эти кусты будущие. Справа и снизу. Добавим немножко больше желтого в нашу серо-буро-малиновую смесь, видно, что получился такой желтовато-зеленый цвет. И добавляем по-мокрому вот сюда. Представьте, что вот эта вот поверхность, эта плоскость сокрыта листрой, а вы ее должны затенить. Вот так вот острым кончиком добавляйте по краям темные цвета. Такие как бы листики. Рисуйте. Итак, продолжаем. Там, где вот у нас высыхает листва, добавляем немножко желто-зеленого цвета. Зеленый замешиваем с желтым и вот этот троянистый темно-салатовый цвет наносим вот сюда таким узором, стараясь имитировать листву. А вот это мы наносим вот сюда, в теневую часть наших деревьев. Не забывайте рисовать пятнышками. Не наносите все сплошной линией. такими мазочками, аккуратными мазочками, не забывая о том, что свет падает сверху и слева. Значит, правую сторону затемняем, справа и… ай-яй-яй, смазал. Ну все. Справа и снизу, так будет понятно. Линия должна быть немножко неровная, потому что листва, она может заходить на крышу, может где-то там показываться за трубой, типа каких-то веток там. Так, опять замешиваем желтый, зеленый и синий, ультрамарин. Получается такой темный цвет. Так вот добавляйте его тычками в эту теневую часть, чтобы ваша листва не была такой однородной. ПОТОМАН представлено необходимое. У約 siete. Оauerли и BCE Д Dec, Ребята мы забрали сель и д Storiesный Турق Вот здесь рисуйте по сухому, здесь уже более четко надо показать листву, старайтесь изображать такие как бы кустики, листочки, листву, затененные участки листвы. Добавьте немножко коричневого цвета в нашу зелень, чтобы сделать цвет наиболее серым. Этим серым цветом нанесите еще листву чуть пониже самой тени, а вот здесь, где вы видите, что кусты заканчиваются, нужно показать, что за верхушками кустов начинается какая-то теневая часть. Оставьте небольшой здесь пропуск, показав, что здесь освещенное место. А вот здесь еще наносили кучками листву. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот я сначала вот эту часть пришлось это вот размазать, это пятно зеленое, но ничего, оно все закроется Так, значит так как у нас эти домики освещены солнцем То нужно сделать их освещение таким охристым Возьмем немножко вот этой глинистой смеси Добавим в желтый И сделаем очень бледный раствор Очень-очень бледный И нанесем его На освещенные части Нашего домика А сейчас Смешайте Черный С ультрамарином Чтоб получился вот такой вот цвет Индиго Синий-черный И вот здесь вот Аккуратненько добавьте теней Под нашими камнями Не забывайте откуда падает цвет Где будут тени Это будут наши падающие тени Добавил сахарином Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Чем дальше, тем меньше вот этих теней Меньше всяких подробностей Высушите кисть и проведите вот здесь Убрав лишнюю воду и осветив этот участок То же самое сделайте и вот здесь Размойте этот момент Покажите освещенность Затем возьмите наше индиго Если вот участок у вас сухой уже Нет, он еще не сухой, я вижу Рисовать же надо Так, ладно Вот я скомкал кусочек туалетной бумаги Чтобы получились такие морщинки И вот так слегка промакиваю вот эти моменты Затем можно сделать вот такой вот эксперимент Там где краска еще не высохла Посыпать солью Крупной солью Это придаст больше текстуры Нашему рисунку Долго сохнет краска Дальше Вот этот цвет индиго Так вот смочите кисточку Чтобы краска была жидкая И показать надо вот здесь вот будут какие-то веточки Какой-то ствол И какие-то веточки О-о-о-о-о... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас закрасим наши окна Там, где мы оставляли для этого места Тень будет под окошком С правой стороны окошка и снизу Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Рисунок более живописным Рисунок более живописным Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Для этого я взял синий кубольт Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Как бы рисуя такой контур Добавил субтитры DimaTorzok При этом старайтесь не задевать вот этих стебельков Добавил субтитры DimaTorzok Рисуйте вот такие тени под кустами Между кустами Сразу же плавно размывайте их внизу Чтобы получилась как бы такая тень Добавил субтитры DimaTorzok 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 Немножко размоем наши камни. Для этого полувлажной кисточкой проводите по границам и вот так их плавно смягчайте. Чаще ополаскивайте кисточку и смягчите все резкие границы. Не забывайте о том, что нужно оставлять освещенный участок в верхней части камня, там где на него попадает свет. Свет падает слева и сверху. А сейчас немножко добавим живописности, нанеся вот такими мелкими точками листвую. Это мы делаем холодным зеленым цветом. Здесь этот холодно-зеленый цвет будет с самого края стенки домика. Он как контур обводит крышу. Здесь мы добавим тень. Сделайте хороший густой зеленый замес, такой холодно-зеленый. И добавьте вот так вот по краю контура этих деревьев. Но не везде, а чуть-чуть, кое-где. Потом не забывайте, это место нужно будет размыть. Здесь немножко тени под эти вот кусты. Над освещением кустов тоже немножко тени. Этот куст, что выделить, тоже сверху нужно добавить немножко тени. Вот это сделаем елочкой. Здесь вот покажем, что у нас здесь проходит. Это теневая часть кустиков. И вот здесь немножко, чуть-чуть. Дальние планы не трогайте, пускай будет все такое размытое. Сейчас немножко добавим тени под этим кустом. Здесь вот группа кустиков идет. Покажем это. Опять сделайте синий-зеленый замес. Так, чтобы синий у вас преобладал. Еще немножко вот так затемните. То есть вы понимаете, что мы делаем. Мы сейчас показываем объем этих кустов. Показываем где свет, где тень. Здесь скорее всего тоже будет тень. И здесь она должна присутствовать. И здесь будет тень кое-где между кустиками. И, конечно же, здесь. И, конечно же, здесь. Такой темненькой. Ее нужно сделать таким синевато-зеленым цветом. Так как падающие тени у нас холодные. Показываем. Показываем мы на него что-то используем. Немножко у нас получается. Поразмывайте вот эти камни влажной кисточкой, чтобы их почти не было видно Оставьте несколько штришков вот здесь А вот эти все дальние планы, дальние планы, средний план, все это нужно поразмывать Чтоб получилось нечто напоминающее дорожку А сейчас вот этой опять сине-зеленой смесью пройдем вот здесь И сразу пока краска не высохла, сделаем плавную такую размывочку Надо было сначала смочить вот так бумагу, а потом делать размывку И представьте, как ваш куст падает на землю Каким образом он будет давать тень? Вот здесь тоже так размойте, покажите тень Вот здесь тоже будет тень Но не везде Где-то тень, а где-то опять сделаем освещенную лужайку Добавим сюда желтого цвета Мы хотим, чтобы у нас был яркий пейзаж Поэтому желтый То же самое добавим сейчас Немножко желтого Вот сюда, на дорожку И сразу взяв кисточку Влажную кисточку Размоем этот момент Вот я взял желтый цвет И прохожу вот эти освещенные кусты Бледно-разведенные Не бледно-сочные Но жидко развожу красочку И так вот прохожу кусты Для того, чтобы сделать наш пейзаж немножко ярче Здесь сделаем такое плавное вливание в листву Молку Так, а сейчас такой важный момент, надо показать кирпичные стенки наших домиков. Это будет, скорее всего, такой охристый цвет, красная охра, которую мы начнём вот отсюда немножко. Сейчас сделаем такую живописную отмывку. Вот именно в этих местах. Ну и второй домик тоже того цвета, почему бы и нет. Ну и кое-где вот так, дорисуйте вот такие кирпичики. Трубу надо, конечно же, покрасить. Сейчас возьмите влажную кисточку и слегка уберите вот эту краску полусухой кисточкой, вытираю его тряпку. Немного снимите вот этот цвет, слишком насыщенный. Вот здесьけど сверху, с heute и там на велосипеде. И еще один крик, я только один красный цвет, но оно мешает мне помочь. Он тоже здесь поменялся. Мерзакет за сверху. Мерзакет за сверху. Мерзакет за сверху. Конечно, Zweя-лая лапочка, ну вот на этом нашу картинку можно считать почти законченной сейчас высохнет и немножко ее доработаем в стиле кофе то есть обведем некоторые детали черной шариковой ручкой сейчас друзья добавим немножко такой вылётной контуровки на наши рисунки и так вот я обложиваю сначала такой черной шариковой ручкой затем более четко прописываю всякие детали для удобства я поворачиваю лист бумаги куда мне захочется в разные стороны добавляем черепицу на крышу рисуем ее по принципу рыбьей чешуи как это делается вы догадываетесь между двумя чешуйками вставляется еще одна прописываем не по всей крыше а кое-где так местами чтобы показать ее как-то так вот как-то если у вас есть время вы можете конечно полностью прописать всю крышу это будет еще красивее старайтесь не залезать на ветки лишний раз и частички соли здесь еще остались и наиболее четко проведите ее у самого края крыши не задевая стволок дерева здесь тоже по этому же принципу как вы рисовали крышу домика добавим немножко кирпича покажем его так полу намеком один один так вот так так Получился немного сказочный такой домик. Наступает весна. Наступает весна. Так, вот этот ближний домик покажите более подробно детали. А вот задний уже только намеками. Так, вот еще одним контуром ведите двери, чтобы показать, что они находятся в некотором таком углублении. Так, ну здесь вот так на мелком желудке, я же сказал, вот так проведите вот так несколько линий и покажите там кирпич тоже. Здесь еще одну линию, здесь еще одну. Тоже так вот черепица намеком показана. Я не буду сейчас вырисовывать каждую черепицу отдельно. Вот так приблизительно она рисуется. Потому что надо было показать, ладно. Дальше, ну вот здесь несколько веточек покажем, да? Дальше, самые тонкие веточки нарисуем. И булыжники. Дальше, не то, что я хочу. Только тут все маленькие. Можешь, еще более маленькие веточки нарисуем. Можешь шпучай. Дальше, я хочу. Вот тут все, молодец, маленького числа. Дальше, просто ловим. Можешь. Можешь. Дальше, я хочу. Булыжники нарисуем только ближние, дальние рисовать не нужно. Камни тоже с элементами графики, покажем, что булыжники разделены какой-то там темной массой. Булыжники какие-то, вот такие штришочки добавим. Ну и дальше такими вот намеками. Музыка. 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 И вот вдали уже здесь можно показать какие-то ступенечки. Музыка. 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 и получится непонятно что и вот здесь на заднем плане немножко каких-то кибельков ну и все вот на этом рисунок можно считать законченным ну вот такая вот получилась картинка а сейчас мы ее немножко осветлим белой гуашью так как кое-где она мне не очень нравится так вот крыша здесь как-то неинтересно выглядит ведь я немножко я белой гуашью так осветляю делаю за такой неровной линией здесь вот немножко осветлю здесь ну вот ну 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь освещенное место будет Задний домик тоже надо Немножко осветлить Крышу Здесь это сделать Как-то более схематично Так вот где-то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь мы ставим просто белые точки Гуашьи, там где вы видите какие-то темные некрасивые пятна Их можно вот так вот осветлить В этих местах Здесь вот немножко пятнышек Можно было бы, конечно, просто их побрызгать Зубной щетки, но это получится некрасиво Субтитры сделал DimaTorzok Расставить такие акценты на листьях, чтобы показать их границу Делайте это вот такими точечками Субтитры сделал DimaTorzok Покажите силуэт Субтитры сделал DimaTorzok 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 И так мы продолжаем. Урок. Сейчас мы добавляем белой гуашью, различные украшающие эффекты. Вот на булыжниках осветляющие блики ставим. Вот. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... На этом этапе я добавляю цветы в разных количествах. Делаю их, смешивая белую гуашь, добавляя в нее яркости. И потом вставлю такие яркие цветные пятнышки, которые должны напоминать цветы. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...